Сейчас с нами на связи председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин. Здравствуйте, скажите пожалуйста, опять же мы слышали заявление Эдуарда Басурина, который говорил, что пока никаких подвижек в этом отношении, по крайней мере, не ощущается и никто не может визуально даже подтвердить, что это происходит со стороны киевских войск. Со стороны Украины пока звучат только заявления о том, что они приступили к отводу тяжелого. Никаких подтверждений мы пока не имеем, но есть подтверждение того, что Украина, как всегда, пытается шельмовать. У нас в районе Водинова были обнаружены, это территория, которую контролирует Украина, было обнаружено 4 смерча и 1 град, спрятанные в карьере. Причем теперь Украина отказывается и говорит, что это не их оружие, хотя территорию контролируют они. Но ведь все-таки этот процесс должны контролировать и сотрудники миссии ОБСЕ, которые, как мы сегодня слышали, опять же от Эдуарда Басурина, наконец-то приехали на место, где идет отвод вооружения. Что, как с их стороны, какие комментарии? С их стороны, комментариев пока нет. Сегодня у нас они присутствовали, мы не знаем, присутствовали ли они при отводе тяжелого вооружения на украинской стороне. У нас пока такой информации нет. Ну, это как раз киевская сторона, она аргументировала, по крайней мере, до того момента, как Генштаб Украины заявил о том, что начинается отвод войск. Так вот, аргументировали то, что отвода войск пока нет, тем, что они ждут, пока полностью не прекратится как раз огонь с обеих сторон. Сейчас какова ситуация вообще? Действительно ли сейчас постреливают? Ну, это, это настоящее, послушайте, это настоящее передергивание, потому что больше двух случаев открытия огня за сутки двух-трех не происходит. Раньше это было 170-150. Фактически Украина может там выпустить кто-то из солдат рожок в воздух, и это будет считаться, что открыт огонь, и поэтому не будут отводить тяжелое. То есть на сегодня это два случая. Это обстрел Украиной района аэропорта со стороны украинских частей, и попытки батальонов опять обострить ситуацию в районе Широкино. На всей остальной линии соприкосновения сегодня тихо, и фактически это просто повод для того, чтобы отказываться выполнять Минский меморандум. Ну, а где сейчас складывается самая сомнительная ситуация, на ваш взгляд? Может быть, действительно сейчас сотрудники ОБСЕ посмотрят наш эфир и направят туда своих сотрудников? Широкино. На юге сейчас копятся батальоны, которые пытаются провоцировать, пытаются делать какие-то прорывы, какие-то попытки наступления. То есть это район Мариуполя, в районе Широкино. Фактически ежедневно происходят перестрелки. Субтитры создавал DimaTorzok